Я был беззуп и лыс, когда родился. Прошли года, я мало изменился, а мастер был всегда как есть. Крутой, бесстрашный, просто жесть. Приветствую вас, хвосты питона, с вами Фёдорович. Сегодня мы посмотрим на реальный бой реальных мастеров кунг-фу на горе Удан, который мне прислал один из моих многоуважаемых подписчиков. Ну а во всём по порядку. Если кто из вас не знает, что это ещё за Удан, тогда посоветую вам посмотреть суперфильм моей молодости Шаолини Удан, в котором супертренировки, супердраки, а главное суперсекретные смертельные техники. В двух словах, что такое Удан в наше время. В Китае, на территории городского округа Шиянь, расположена провинция Хубэй, по которой простирается небольшой горный хребет горы Удан, или как правильно его называют Уданшань. В чём же его особенность? Да в том, что по легендам, гора Удан – это место возникновения боевых искусств кунг-фу, а в частности Тай Цзэ Цюань. С этим местом связано много популярных фильмов и книг про кунг-фу, а у народных масс гора Удан стоит на втором месте по популярности после Шаолиня. Вы спросите, зачем мне всё это знать? Да затем, что до сих пор, даже в наши дни, на горе Удана, есть куча школ, которые обучают секретным и смертельным внутренним стилям. И это здорово! Многие бронелобые носороги, просматривая мои видео про великих мастеров, думают, что я высмеиваю различные единоборства и внутренние стили. Хотя я об этом уже делал отдельное видео, но повторюсь. Я высмеиваю и показываю конкретного мастера, который, рассказывая про свою суперсилу, которую он получил, делая гимнастику по утрам в парке, теперь может перебить десяток гопников боксеров за пару секунд, и при этом он демонстрирует полную дичь. Я за любое единоборство! Ушу, кунг-фу, айкидо, карате. Это всё здорово! Главное, чтобы человек понимал, для чего он это делает. Тай-дзи-цюа, нибагуа отлично подходят для гимнастики и укрепления здоровья, но никак не для реальных боёв. А когда мастера начинают перемешивать макароны с навозом, рождается фейковый стиль и фейковый мастер. Хорош рисовать цифры на воде, поэтому перейдём к сути. Жил-был на свете мастер Су, который решил, что его школа кунг-фу невероятно мощная. И он решил открыть свою школу на горе Удан, но сделал это очень дерзко. Он в своих видео и обращениях сказал, что все мастера горе Удан отстой и обучают полной парашки. И только он знает истинное искусство смертельного стиля. Но не все мастера подобны чистому труду и не имеют такого же спокойствия. Поэтому один из них, а именно мастер Чен, сделал видеоответ мастеру Су. Тут один чудило припёрся к нам в город и начал трусить о том, что все мы ничтожества, не знающие, что такое кунг-фу. И можем лишь обучать уборке навоза у свиней. Конечно, всем местным мастерам захотелось посмотреть на этого небесного богомола и поучиться у него истинному искусству. Надеюсь, он не наложит в штаны и придёт на стрелку, где я лично заставлю его ответить за свой базар. Все мужики рано или поздно достигают того возраста, когда их начинают интересовать не только молоденькие красотки, но и их мамы. А все мастера должны познать, что такое настоящий бой с настоящим бойцом. Хорошо чужими руками жар загребать, да вот за свои слова нужно отвечать. Поэтому мастера Вудана объявили сходняк, на который позвали мастера Суня, чтобы тот продемонстрировал своё мастерство и ответил за слова. В общем, всё было как в фильме Ипман, где его проверяли на состоятельность открыть свою школу. Но не обольщайтесь, Кукушка тоже поёт песни, только вот до Соловья и далеко. Так что если вы надеетесь увидеть Мортал Комбат, как в кинчике с Ипманом, очень зря. Вы увидите нечто большее. В общем, когда мастер Сунь содрогал звуками воздух, пытаясь рассказать про вселенскую энергию, которую он познал, тот самый мастер Чан из видео, который в отличие от светлоликих мастеров был одет как чёрный демон, встал и бросил предъяву великому сенсею. Ну чё, говнюк, ты готов ответить за свой базар? Не зли меня, щенок, ибо познав удар святого колорадского жука, ты будешь погибать в муках, как котёнок, которого я вчера утопил. Ах ты, лысый чупакабра, ты ответишь за всех мастеров и за котёнка. Дальше мы видим феноменальную битву, о которой я слышал только в легендах. Это когда два мастера пытаются поразить друг друга бесконтактным боем, пробивая невероятно мощные энергоудары из глаз. Но тут вдруг в голове у мастера Чана проносится гениальная мысль. Ну и вот этот Тайдзи Цюань лучше в лупа шула у кик, как Буакав. И он выписывает мастеру Суню феноменальный поджопник, после чего бросается в ближний бой. Но мастер Сунь не пальцем деланный, а реальный знаток смертельных техник. Поэтому он подло пытается выдавить глаза дерзкому Чану. Но тот с легкостью сбрасывает руку и бой переходит в клинч. Великодушные мастера остановили эту возьмю, ведь мы все-таки смотрим не жалкое UFC, а феноменальное искусство мастеров кунг-фу вудан. И отсчитали до трех, после чего бой продолжился. Чем опытнее врач, тем неразборчивее почерк, а чем мастеровитее мастер, тем чаще в реальном бою он прибегает к технике бокса. Прямо как наш Чан, который, вспомнив пару месяцев бокса в третьем классе, вобрал в себя вселенскую энергию и перевоплотился в лучшего рубаку на сельской дискотеке. И просто снес к херам мастера Суня, который упал и взмолил о пощаде. Чудо – это событие, описанное людьми, которые услышали его от тех, кто его никогда не видел. Но вы теперь сможете рассказывать всем, что видели настоящий бой легендарных мастеров кунг-фу на горе Удан и видели это лично. А наша история закончилась тем, что потерпевший поражение мастер Сунь, который как брат-близнец похож на Дониена, попрощался со всеми мастерами, которые-то не особо и хотели сжать ему руку, и поехал завоевывать следующий город, чтобы открыть там свою школу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, стоит ли мастерам внутренних стилей пробовать свои силы в реальных боях. За просмотр и настойчивости в тренировках. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Соответственно, хоба, хоба, хоба. Вот так. Два, два. Кладрака одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю? Хлопаю, вырываю ключицы, эта ключица, вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Хоба, 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 хоба. Обмазывающий сень. Ачжай! Атака слева, атака справа, атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наше упражнение секретное комплекс упражнений по медитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Ставил. Какой идёт будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да? Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз, естественно. Ничего не скрывайте, это убитка. Продолжение следует...